Российские войска начали проводить контратаки в Курской области крупными силами, а не отдельными диверсионными группами. Сразу ряд российских телеграм-каналов утверждает, что ВСУ вытеснили из 11 населенных пунктов. В операции участвуют российские бригады десантников и морпехов. Журналисты «Медузы» геолоцировали вот это видео. По данным издания, 106-я воздушно-десантная дивизия армии России занялась в Лос-Нагость Кореневского района. От предыдущей линии фронта, установленной вооруженными силами Украины, это порядка 6 километров. Командир спецназа Ахмат Абтилла Удинов заявил РИА новостям. Я процитирую, что около 10 населенных пунктов уже зачищены и взяты под контроль российскими войсками. Доказательств он не привел. Ну а депутат Госдумы Константин Затулин в эфире российского телевидения заявил, что армия России в процессе освобождения будет просто уничтожать города и села в Курской области, как это происходит на Донбассе. Если враг обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, в лесной полосе, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо уничтожать все, что там находится, так же, как это происходит на передовой линии фронта. Ну да. То есть уничтожать свои села, свои деревни, свои леса. Американский институт изучения войны пишет, что российские бригады в результате начавшихся 10 сентября контратак взяли под контроль несколько населенных пунктов к северо-востоку и югу от Коренева. Но масштаб, по данным аналитиков, пока не ясен. Уход в ИСУ из снагости в своем последнем отчете институт не подтверждает. Украинские силы также начали новые атаки в Курской области, чтобы не дать продвинуться российским войскам. Об этом сообщают военные 46-й бригады ВСУ. А несколько российских телеграм-каналов сообщили о заходе или попытке захода украинских военных в приграничную деревню Медвежье. Некоторые пишут об атаке и в другом месте, в 10 километрах западнее у населенного пункта Новый Путь. Военный аналитик Ян Матвеев публикует кадры первых потерь российской армии за время контрнаступления в Курской области. Вы видите брошенный поврежденный танк в районе села Снагость. Официальная информация о ситуации на этом участке фронта украинский гидштаб не дает. В Минобороны России лишь кратко отчитали, что за прошедшие сутки уничтожили на Курском направлении бронетехнику ВСУ. Тем временем британская газета Guardian пишет, что Лондон принял решение позволить Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в России. Но официальное заявление об этом вряд ли прозвучит в ближайшее время, пишут журналисты. Накануне в Киев с визитом приезжал британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми. Вместе с госсекретарем США Энтони Блинкином он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Журналисты Guardian утверждают, что Блинкин также сделал самый решительный намек на то, что Вашингтон принял аналогичное решение по дальнобойному оружию. Поводом для этого могли стать недавние поставки иранских баллистических ракет в Москве. Россия все чаще наносит удары по украинским городам, гражданам, инфраструктуре с чудовищной жестокостью. А теперь Путин еще больше усиливает свою агрессию, приобретая иранские баллистические ракеты. Поэтому мы срочно работаем над тем, чтобы у Украины было все необходимое для эффективной самообороны. Среди прочего, мы обсудили дальнобойные ракеты, а также ряд других вопросов. Я собираюсь перенести эту дискуссию в Вашингтон, чтобы проинформировать президента о том, что я услышал. Еще до каких-либо заявлений Блинкина и Лэмми, возможно, удары западными ракетами по России прокомментировали и в Кремле. Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности. И в настоящий момент просто в СМИ ведется такая кампания информационная по формализации уже принятого решения. При этом и продолжаются попытки дистанцироваться от вовлеченности в этот конфликт со стороны Соединенных Штатов Америки и европейских государств. Не думаем, что это получается. Гардиан считает, что встреча Лэми, Блинкина и Зеленского в Киеве не состоялась бы, если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow. На пятницу, 13 сентября, в Вашингтоне запланирована встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Роман Костенко, полковник Службы безопасности Украины. Украинский депутат, а также секретарь Комитета парламента по вопросам нацбезопасности в нашем эфире. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Начну с вопроса о Курской операции, в которой Вы, к слову, тоже участвовали. Что Вам известно о контратаке российских войск? В ЗЭТ-каналах, например, пишут, что ВСУ якобы вышли из 11 населенных пунктов, но никакого подтверждения этому пока нет. Да, я думаю, что те или иные выходы из населенных пунктов в был захват, должны комментировать непосредственно Генеральный штаб. То, что российская армия пыталась прорваться на некоторых участках фронта, и там они где-то получили отпор, где-то у них были незначительные прорывы. Это факт, и это боевые действия, и сейчас украинские войска занимаются тем, что, скажем, пытаются вытеснить противника с той территории, куда они зашли. То есть российские войска куда-то зашли, а украинские пытаются вернуть занятые ранее позиции? Они там, насколько я знаю, там был как рейд российских войск, куда они зашли, имея какую-то технику, там танки и боевые машины. Ну, рейд мы это называем. И у них был некоторый успех, который потом им нанесли удар, и они отошли. И сейчас полной информации нет, но есть информация про то, что некоторые населенные пункты они еще держат под контролем. Там речь шла о 10-11 населенных пунктах. Не готов подтвердить. Силы обороны Украины также сообщают об атаках в Курской области. У кого сейчас инициатива на этом участке фронта, по вашей информации? По моей информации, инициатива остается за нашими войсками, которые где-то, скажем, уже не таких темпов, конечно, продвижения нет, как они были в начале. Сейчас где-то наши войска закрепляются, где-то идут небольшое продвижение, а где-то войска занимаются тем, что, скажем, пытаются локализировать прорывы небольших этих российских группировок. То есть украинские войска продолжают продвижение в Курской области, но на других участках фронта, не там, где сейчас приходится сдерживать российской контратаки? Ну, фронт же шире, да, потому что там узкое направление, там, где россияне пытались прорваться, там, ну, небольшое направление, поэтому у нас есть левый фланг, правый фланг, центр, есть направление к речке, за речкой Сень, там, где сейчас мосты были перебиты, где находится группировка российская, поэтому там сейчас идут боевые действия по всей этой линии. Где-то активнее, где-то не так активно, но боевые действия продолжаются. Ранее была информация об оперативном окружении российских войск на участке фронта из-за разбитых мостов и понтонных переправ. Как сейчас с этим обстоят дела? Ну, скажем так, россияне пытаются навести понтоны и как-то снабжать. Сейчас еще у них, ну, нет возможности полноценно снабжать войска, но, тем не менее, войска, находясь в оперативном окружении, они пытаются, они еще имеют возможность доставлять им те или иные, там, средства для того, чтобы войска могли держать, ну, фронт, так его назовем. Поэтому там полного окружения еще нет, но, тем не менее, войска в очень плохом положении. Вчера многие ожидали, что госсекретарь США Антони Блинкин объявит в Киеве разрешение бить по территории России американскими ракетами-атакам. Вы этого ждали? Ну, мы все время этого ждем. И, скажем так, мы сейчас своими средствами наносим поражение, насколько мы можем, теми же дронами разными, реактивными или обычными по территории Российской Федерации. Плюс глубина Курской области и других областей нам позволяет ракеты «Хаймарс», которые там до 100 км могут бить, и это уже плюс, которым мы наносим серьезные удары тоже по резервам противника. Конечно, это даст нам чуть-чуть, скажем так, больше возможностей, немного больше возможностей, именно когда мы сможем в глубину до 300 км наносить удары именно атакамцам. Я думаю, это вопрос времени, и думаю, что разрешено будет не только атакамцам до 300 км, мы надеемся, что речь будет уже идти о более дальнебойных ракетах, потому что на таком фронте, как есть, 300 км, уже это хорошая оперативная глубина, но она не решит всех вопросов в войне с Российской Федерацией. Плюс у нас своя ракетная программа работает, я надеюсь, в ближайшее время мы увидим ее результаты, и, скажем так, не атакамцами едиными. Будут ли, в принципе, Блинкен, США, Великобритания публично объявлять о том, что дадут такие ракеты, Украина получит разрешение на их использование, или это все останется за закрытыми дверями? Так, а мы уже получили атакамцы, у нас уже атакамцы были. Разрешение бить дальнобойными ракетами вглубь России, я имею в виду? Да, только нет вот этого разрешения. И я вам скажу, что Россия сама открыла ящик Пандоры, именно поменяла формат войны. До этого мы помним, что боевые действия в основном были на востоке наших оккупированных территорий и на юге. А Север, иногда российский добровольческий корпус заходил и делал такие выловки. После того, как Россия провела Харьковскую операцию, неудачно провела, практически не зашли на нашу территорию, понесли большие потери. Они были в ответ, по ним нанесены удары, и уже тогда наши партнеры разрешили нам бить по российской территории. После этого уже была спланирована операция по заходу в Курскую область, и сейчас дальнейшим развитием это будет большая глубина. Поэтому они саммит провоцировал, теперь пытаются с этого выйти. Спасибо, Роман. Роман Костенко, полковник службы безопасности, был гостем нашего эфира. Спасибо.